Я сейчас вкратце расскажу порядок действий, которые мне порекомендовал юрист из Роспотребнадзора, с которым я консультировалась. Значит, первый шаг – мне нужно вручить претензию этой клинике. Претензию можно составить в свободной форме. Главное – там указать суть ситуации. И также свои требования, что и составляет суть претензий, что вы от них хотите. Но в данном случае я требую от них объяснить мне, что послужило причиной такого состояния кошки, в котором я её обнаружила у них в стационаре, что там ей было причинено. Дать мне чуткий и адекватный ответ. Потому что до сих пор они давали какие-то невнятные объяснения, что кололи ей папаверин, который, естественно, к таким последствиям привести не может. Если только не была сделана передозировка некачественными препаратами, возможно, с истёкшими сроками действия. Претензию можно подать как через Почту России заказным письмом с уведомлением, так же и лично в руки. Подавать её нужно именно не по юридическому адресу, а по адресу фактическому, где они оказывают услуги. Так как это сеть клиник, то мне нужно подавать именно по адресу Малая Пироговская, 25, вот туда. Значит, в чём разница, если я отправлю заказным письмом или лично в руки? Разница в сроках ответа. Если отправляешь заказным письмом претензию, то срок, установленный законом, 40 дней на ответ. А если подаёшь лично в руки, то срок 10 дней на ответ. Имеется в виду рабочих дней, 10 рабочих дней. Ну, естественно, я предпочла отдать лично в руки. Что я сейчас и намереваюсь делать? Далее, если претензия будет ими проигнорирована в установленной законом сроке, то необходимо обращаться в Роспотребнадзор с заявлением. Туда также можно принести лично заявление, можно отправить его по почте. Вот. Далее уже последует обращение в суд. В шапке претензий я указала претензии на некачественное оказание услуг. Статья 29 закона о защите прав потребителей. В шапке претензий я указала претензий ячейку. В шапке претензий ячейки. В шапке претензий ячейку в чубе жя harus адболикой погибло от вас. В шапке претензий! В солныя, где свё esas пож Nintendo and basicallyبل Джон Потому, что ещё несколько concent sie У меня есть, конечно, опасение, что они сейчас не примут эту претензию, сошлются на то, что нет главного врача на месте или еще на что-нибудь. Но в этом случае придется вызывать полицию. Я надеюсь, что обойдется, что претензию они примут. Ну, хотя и здесь тоже, знаете, это всего лишь так, это формальности, то есть это время, это все, я понимаю прекрасно, что шансы маленькие, что я чего-то добьюсь, потому что у них, наверное, так все отлажено, что доказать что-то очень сложно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я принесла к вам претензию. Вот примите, пожалуйста, один экземпляр и второй с печатью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Я сейчас немножко прогуляюсь около Новодевичьего монастыря. Там прекрасные Новодевичьи пруды находятся здесь рядом. И продолжу свой рассказ. Сегодня в Москве стоит прекрасная теплая погода, 28 градусов. Деньги в моей ситуации не главное. Хотя я потратила немаленькие деньги на лечение, в кавычках, и его последствия. И еще неизвестно, сколько потрачу на восстановление, реабилитацию кошки. Но это сейчас вообще для меня не главное. Я бы отдала любые деньги, чтобы, ну естественно, чтобы этого не случилось. И чтобы, ну, узнать, что именно произошло. Понимаете, вот самое важное узнать, что именно произошло в этом горе-стационаре. Потому что, ну, я сомневаюсь, что у них есть камеры. Доказать это будет невозможно. А сами они не признаются. Вот, у них там, конечно, круговая порука. Кем там был причинен ущерб здоровью? Это медсестричка или там самим Стадниковым, или всеми вместе. В общем, это очень сложно доказать. Потому что, возможно, были введены просроченные некачественные препараты. Была введена передозировка. Так как кошка очень маленькая, на всего 3 килограмма. Могли просто ей вкачать лошадиную дозу, что и повлияло на ее психическую деятельность и работу мозга. То есть, возможно, даже там была и травма какая-то, может быть. Я, понимаете, я сейчас, сейчас, вот для меня это главное. Потому что все врачи, с которыми я консультировалась после, все врачи, говорят, мы не можем ничего сказать, не зная, что именно ей там сделали. То есть, они назначили лечение только от первостепенного диагноза. Но это не главное. Я это лечение даю, и боли у нее нет уже, очевидно. У нее сейчас просто состояние вот как бы совершенно измененного сознания. Она всего боится, она не выходит из переноски, не ходит, все время лежит. Я ее разминаю, массирую, искусственно пою, потому что она сама не пьет воду. Ну, хоть немножечко она начала есть корм. То есть, подношу к окошку, она начинает трястись, как будто ее там все пугает. То есть, к кошке был нанесен именно какой-то вот вред психике. То есть, ее там либо сильно напугали. Ну, скорее всего, это, конечно, какие-то химические препараты, которые ей там вели. Возможно, она кричала, ее накачали какими-то транквилизаторами или успокоительными. Понимаете, вот это вот главное. Вот это сейчас для меня главное. Вот узнать, что. Значит, я спросила у врачей насчет томограммы. Сказали, что кошкам томограмма КТ головного мозга делается только под общим наркозом. А кошке в таком состоянии наркоз давать нельзя, потому что она сейчас находится в состоянии как под наркозом, таком коматозном. То есть, у нее там уже, наверное, в крови предозировка каких-то наркотических средств. И понятно, что КТ ей сделать невозможно, а иначе никак не установишь, что там, если там, ну, мозг ее не посмотришь, что там вообще сейчас. И, конечно, вот они ничего не могут больше сказать, другие врачи. Они вроде как вот лечат то, что лечат, да, вот то, что с ней вот это состояние, оно никак не объяснимо. Это просто, ну, это просто и я не могу понять, и мне просто вот изо дня в день я наблюдаю, как кошка не приходит в себя. Вот просто, понимаете? Причем я сделала снова кошке анализ крови, общий клинический, биохимию, а также ликограмму, чтобы посмотреть в динамике, что было месяц назад и что сейчас. И как ни странно, эти анализы хорошие. То есть, они все в пределах референтных значений, в пределах нормы. Ну, там есть небольшие отклонения, но это несущественно совсем. То есть, вот ее физическое состояние, оно сейчас стабилизировано, а вот тут проблема именно с головой, то есть с мозгом. Что-то вот ей сделали именно вот, что повлияло на ее психическую деятельность, работу мозга. То есть, изменили ее состояние. Вот, вот что. Вот что сейчас мне главное понять, что ей там было сделано. Но как это понять, я уже просто не знаю, потому что... Вот вы видите, что от них... Ну, только вот я написала претензии вот сейчас, да, где требуют объяснить адекватно и дать четкий ответ. Ну, сомневаюсь, что они его дадут. Вот они мне дали какую-то бумажонку, что якобы они кололи там папаверин. Ну, вы же понимаете, что от этого такое не могло. Она не могла стать овощем из-за папаверина, если только он не просроченный или там не была сделана передозировка. Скорее всего, были введены какие-то препараты, которые повлияли на работу нейронов головного мозга. Именно потому что у кошки также наблюдается нарушение координации движений. За координацию движений у нас в головном мозге отвечает мозжечок. И вот на него также могли, на его деятельность могли повлиять тоже определенные препараты нейролептического свойства. Также их передозировка. Также, если они были просроченные или некачественные. В прошлую субботу мы ездили по совету моих друзей к их лечащему знакомому врачу. Но находится это очень далеко по московским расстояниям. Это сейчас считается Москва, но по факту это Подмосковье, поселок Московский, Московский град. Вот туда мы ездили без пробок в субботу. Дорога в один конец заняла ровно час. Это без пробок в субботу. Для каждого животного любой поход к ветеринару это дополнительный стресс. А для моей кошки поездка на машине это огромный стресс. Сколько я ее пыталась возить в машине, она очень переживает, она нервничает. И даже в таком состоянии, в котором она сейчас, она умудрялась мяукать. Она постоянно мяукала и всю дорогу нервничала. Это я говорю тем, кто мне написал в комментариях поездить по другим врачам. Послушайте, умники, я больше чем уверена, что это пишут те люди, которые никогда не сталкивались с подобным. Которые вряд ли сами возили свою кошку к врачам. Ну, хорошо, если у вас есть знакомые врачи. Но в моей ситуации, в моей ситуации, да, вы же понимаете, что можно объездить всю Москву, нервировать, стрессовать кошку. И толку никакого не будет. Там каждый будет выписывать свою группу лекарств, она не будет помогать. И так вот всегда, когда нет знакомых врачей. Да, вы не поверите, бывает так, что нет знакомых врачей. К сожалению, у нас в сфере услуг, кто сталкивался, тот меня поймет. Во всех сферах услуг. Ремонтируешь ли ты машину? Покупаешь ли ты машину? Продаешь ли ты машину? Делаешь ли ты крупный ремонт, типа капитального? Делаешь ли ты крупные ремонтные работы, типа стекления балконов, стройки домов и так далее? Здесь аферисты, аферисты, все они едут в Москву. То есть все эти мероприятия, они заканчиваются, как правило, большими ущербами и какими-то судебными разбирательствами. Я с этим сталкивалась много раз, я могу даже отдельный канал на эту тему сделать, но никогда я не занималась, то есть я по-другому решала вопросы. А сейчас, когда коснулась здоровья моей кошки, моей кошки, понимаете, вот сейчас я уже займусь этим, понимаете, по закону буду доводить дело до конца, насколько мне это получится. Вот, я, конечно, очень благодарна людям, которые откликнулись, и мне очень приятно, что столько комментариев поступило на предыдущие видео, но среди них были и те, которые говорят, что я сама виновата. Не дай бог вам оказаться в такой ситуации и посмотрим, как бы вы поступили. Вот, не дай бог вам. Я больше чем уверена, что это пишут те люди, которые даже близко ничего подобного не испытывали, вот, и поэтому я хочу сказать, что, знаете, судите себя, судите себя. Я не вызвала ветеринара на дом, это тоже мог прийти аферист, скорее всего, да, то есть у нас тут какие-то услуги, это всегда русская рулетка. На дом вызовешь, придет аферист, многие это знают, да, то есть самую лечить тоже не вариант, потому что я не ветеринар. Я доверилась клинике, рассчитывая на получение компетентной, квалифицированной помощи, как честный гражданин, принесла кошку, заплатила деньги, рассчитывала получить квалифицированную помощь. И поэтому не надо мне писать такие вещи, я понимаю, что большинство этих вещей пишут агенты вот этой клиники, там их друзья, потому что поступают такие комментарии с пустых аккаунтов. Люди, которые скрывают свою личность, поэтому я не рассматриваю такие комментарии всерьез, но тем не менее, если кто-то считает, что я виновата, то еще раз говорю, не дай бог вам оказаться в такой ситуации. Ну и вот это я немножко сделала лирическое отклонение. По факту, вот что касается кошки, привезла ее вот к знакомому, знакомых врачу, и она проверила на чувствительность ее лапки. Они не парализованы, то есть ходить она может, но она почему-то не ходит. Она встает на лапки, если ее ставишь, и падает. У нее шатковалкая походка, как вот у пьяного человека, знаете, она сразу ползет в свое вот это новое убежище, где она сейчас обосновалась вот в эту переноску. Я, конечно, всячески ее там пытаюсь учить ходить заново, делаю ей массаж, разминаю конечности, но вот она все равно отказывается ходить. Ну вот такие вот новости. Честно, я потеряна, я не знаю, что делать дальше. Естественно, я не могу никуда уехать, потому что вынуждена выхаживать кошку, за меня это делать некому. Я, конечно, буду ее выхаживать до последнего, но, конечно, верю, что она станет прежней. Конечно, прогресс небольшой есть, она уже ест корм самостоятельно, даже в лоточек сходила самостоятельно, ну, через раз, скажем так. Ладно, продолжение следует.